Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава 2 про Липоманан или Хроник Читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет У нас умер царь Осап, про него довольно много здесь говорится Про его сына тоже будет довольно подробно рассказано Потому что, видимо, про тех царей, которые хотя бы отчасти Хотя бы какое-то время своего правления были верны Господу Наш представитель, хронистом его иногда называют Явно говорит гораздо больше и с большим интересом После него, то есть Осы, воцарился его сын Иосафат Он укрепил свою власть над всем Израилем Он направил войска в укрепленные города Иудеи Поставил наместников во всей земле Иудейской в городах племени Ефрема Который захватил его отец Осса Они там небольшую часть территории Северного царства тоже себе забрали Господь был с Иосафатом, потому что тот поступал подобно тому Как его отец поступал в начале правления Не поклонялся ваалам Ваал — это господин, буквально, языческое божество Но такой собирательный образ Ваалы Не поклонялся ваалам, а почитал Бога Отца своего Соблюдал его заповеди Не то, что израильтяне, то есть Северное царство Господь упрочил его власть Все иудеи платили Оссафату Да, не был он весьма богат и славен Он всем сердцем стремился следовать Господу И еще он очистил иудею от местных святилищ и дерев ашеры Ашера, уже мы встречали это, еще не раз встретим Это такое женское божество Ну, вообще, это просто можно переводить как богиня Потому что у нее какого-то вот отдельного конкретного культа не было Это, как правило, просто вот есть ваалы И эти самые ашеры, иногда их переводят как астарты Не совсем одно и то же, но сейчас не будем на этом подробно останавливаться А, грубо говоря, это мужские и женские божества То есть всякие разные Ну вот, да, Иосафат молодец, по крайней мере, в самом начале На третий год своего царства Неосафат отправил своих приближенных Бен Хайла, Авдея, Захарию, Натанелла и Михея Учить народ в городах иудеи С ними были и левиты Шамаян, и Таня, Зывадя, Асаил, Шамирамот, Ионафан, Адония, Тувия и Товадония А также священники Иришама и Урам Они стали учить иудеев по книге закона Господня Обходили все иудейские города и учили там народ Вот такой очень интересный эпизод Ведь наш автор-хронист, он из священников-левитов Что должен делать священник? Жертвы приносить, жертвы приносить, приносить жертвы Он учить народ еще должен Потому что пустое исполнение ритуалов, бессмысленное Без соответственной жизни, без понимания того, зачем это нужно Оно Богу не угодно, и мы об этом у пророков будем читать Но здесь, что удивительно, не пророк приходит с этим обличением А царь сам принимает такую вот инициативу Берется за обучение народа Как мне это нравится, да? Как редко это бывает Нужно, чтобы народ понимал, не просто тупо исполнял У царя есть возможности заставить людей исполнять А чтобы люди понимали, зачем это все Все царства, что окружали иудеев, боялись Господа И потому не задевали войну с Иосафатом Смотрите, он мог бы вести такую, скажем, военную какую-то деятельность Мог бы обучать людей боевым искусством Строить укрепления Его царь, отец царя Са строил, да Но не это главное Не это защищает Ферестимлине платили ему дань серебром Арабы приводили ему скот 7700 баранов и 7700 козлов Странные такие цифры 7700 и тех и других Ну, 7 такое символическое число, да? И оно, 7 дней творения То есть что-то вот такое Законченное и связанное, скажем, с Богом И его действием в этом мире Вот, получается, Бог ему этих баранов посылал, да? Вряд ли вот эти цифры, они такие, скажем, бухгалтерские, да? Вот каждый год там 7700 ровно А не 6 985, например, да? Но сама цифра символическая И Асафат становился все более и более могущественным Он построил в Иудее крепости и города со складами В городах Иудеев начал строительство Опять-таки, стройка есть И стройка имеет и стратегическое назначение Зачем склады? А чтобы войско могло в любой момент Быстро собраться, выставить в поход Было бы там им чем вооружиться, что с собой взять, поесть Но не это главное, опять-таки Главное учить народ В Иерусалиме он расположил лучших воинов Опять-таки, армией он занимался, оказывается Вот их список в соответствии с делением народа Из племени Иуда там были начальники тысячных отрядов Одна во главе 300 тысяч могучих воинов И Хоханан во главе 280 тысяч Амасия, сын Захри, во главе 200 тысяч могучих воинов Он добровольно вызвался служить Господу Из племени Вениамина могучий воин Ильяда во главе 200 тысяч воинов Вооруженных луками и щитами И Узават во главе 80 тысяч воинов Да, то есть общая сумма порядка миллиона Но это, еще раз говорю, вот цифры здесь явно как-то пострадали При переписывании, очень трудно себе представить Такую численность на самом деле Кто бы это войско все кормил? Они состояли на службе у царя, помимо тех войск Что царь разместил в укрепленных городах по всей Иудее То есть одновременно оказывается Это могучая военная такая держава Но не это главное Вот уроки, которые нам эта книга дает Они, безусловно, связаны не столько с тем, что описано Сколько с тем, что отобрано для описания Вот на что он обращает внимание И в какой последовательности Ну и что же, помогут ему все эти военные приготовления А в следующей 18 главе узнаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok